Субтитры создавал DimaTorzok Иран сегодня ночью нанес ракетные удары по базам США. Ракетные удары баллистическими ракетами. Это серьезно. Такого нападения на США не было с 1941 года. Соединенные Штаты убили, ликвидировали Сулеймани, одного из иранских руководителей государства на территории Ирака, обвиняя его в убийствах американских граждан, в нападениях на посольство и так далее, считая его врагом Соединенных Штатов. В ответ Иран на государственном уровне наносит ракетный удар по базам Соединенных Штатов. Ракетный удар по базам Соединенных Штатов это акт агрессии одного государства в отношении другого. Это и есть объявление войны. Мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Иран является ближайшим союзником Российской Федерации. Они вместе с Ираном, вместе с Сулеймани, Путин вместе с Сулеймани вели войну в Сирии. Они вели войну в Сирии. Это союзники, военные союзники. Зеленский греет жопку в Омане. Это рядышком. Из-за войны за 40 минут после появления информации, после публикации информации о том, что Иран наносит ракетные удары по американским базам, стоимость нефти взлетела на 4% за 40 минут. Это паника на бирже. Соответственно цены из-за грядущей войны теоретической, которую себе все представляют, стоимость нефти будет расти, соответственно это будет приносить сверхдоходы для Российской Федерации. Это очень плохо для нас. Ужасно. Российская Федерация будет получать дополнительные ресурсы, и санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, будут не так болезненны для них. У них денег будет много, больше, чем они даже планировали. Им выгодна эта война. Не так там все и сложно. Должны быть данные разведки. Президент Украины должен был знать, хотя бы приблизительно о том, что будет происходить на Востоке. Что Иран будет отвечать на действия Соединенных Штатов. И понимая эту ситуацию, нужно было собрать, в том числе и руководителей компаний, которые занимаются авиаперевозками. Скажите, ребята, если там сейчас начнется заварушка, то с большой долей вероятности самолеты Соединенных Штатов будут бомбить Иран. Ракеты полетят, а противовоздушная оборона будет сбивать все цели подряд. Что вероятнее всего, скорее всего, я не специалист, я не знаю, у меня нет дополнительной информации, но сложить один плюс один несложно, что скорее всего и произошло с нашим самолетом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Just in the last hour or so, we've had news through that the Iranians have launched a rocket attack on a base in Iraq. We'll show you where that base is now. This is a rocket attack in retaliation for the U.S. assassination of the head of the Iranian Revolutionary Guard, General Hassam Soleimani. Good morning, I'm Travis Stanraj with your national and international headlines, and we begin with new developments in the investigation into the doomed Ukrainian airliner. Iranian officials have released their initial report into the crash. A few hours, Ukrainian investigators have headed to the site too. We believe they are now on site working together with Iranian investigators on the ground. A team of 45 arrived from Ukraine just a few hours ago. This somber day comes in the wake of deeply concerning events in Iraq. So that's Prime Minister Justin Trudeau speaking yesterday, and after that statement that he gave, he was asked could he categorically rule out the possibility of a missile strike. Well, he said no, but of course that's just not being able to rule it out, and there is no direct categorical evidence to prove that there was any missile strike against the aircraft in this incident. Now, earlier today, Prime Minister or President Vladimir Zelenskyy of Ukraine visited Kiev airport to pay respects to the crew of the aircraft and to all the passengers who died, including 63 Canadians. And he spoke in the aftermath of that, assuring people that Ukraine is doing everything it can, and saying that speed is of the essence, but that accuracy is far more important. He says his own country is going through an information war, and that what people see online, that rumors shouldn't be listened to, and that people should wait for the investigation to be complete. Нужно наработать план 1, план 2, план 3, план 33, воспользоваться преимуществами одного плана, и вдруг, увидев недостатки, его сразу же переиграть его на план номер 13, на план номер 14. Но если ты греешь жопу на своем пляжах аравийского полуострова, вместе с женой, тещей, тестем, отдыхая, от чего ты устал, если ты, Володя, от жизни такой устал, может быть, вернешься в свой вечерний квартал.